И всем привет ребята, с вами Dexon и сегодня в данном видеоролике я хотел бы вам показать какие скины, ножи, наклейки вам стоит закупить в ближайшем обновлении 0.20.0. Я уже снимал первую часть, ее вы можете взглянуть по ссылке в описании, я уже говорил там про оригин скины, фуриус скины, все вы можете посмотреть по ссылке в описании. Сегодня я не буду мусолить ту же самую тему и расскажу какие наклейки вам стоит закупить как только выйдет обновление 0.20.0. По недавнему трейлеру мы поняли какие скины и наклейки выйдут, поэтому я плюс-минус шарю что нужно закупить. Перед началом хотел бы вас попросить поставить лайк, подписаться на канал с колокольчиком, ну а также скинуть данный видеоролик своему другу. Ну а если вы хотите в прокачку инвентаря, то подписывайтесь на мой телеграм канал, ну а я вам желаю приятного просмотра. Друзья, сейчас хочу вам посоветовать несколько наклеек, это первое BQ и получается Christmas Joy, потому что они стоят одинаково, они из одной и той же коллекции. То есть сегодня я вам не буду рекламировать допустим Rainbow коллекцию, да возможно ее уберут в следующем обновлении, но все равно пока не советую. Пока что у нас нет точной информации то что ее уберут, возможно я вам сейчас скажу, вы закупитесь и в итоге уйдете в минус то что ее не уберут. Пока неизвестно уберут ее, нет, поэтому если будут убирать, тогда в принципе можете закупить Rainbow коллекцию. Ну а так пока что вам советую рарки из Winterfine 2022, это выходила получается коллекция на Новый год, 22 года, то есть их всего 8 тысяч, 9 тысяч на рынке, 8 тысяч на рынке. То есть они стоят одинаково, вы можете вполне закупить, потому что 20 голды это ничего, можно закупить буквально 10 штук и я вам войну, совсем скоро они будут стоить ну до 50 поднимутся. То есть эти наклейки клеят, вот допустим вот эту наклейку, вот эту вот эту можно нанести допустим на какой-нибудь Famas Gunsmall, на Use Plane или на какие-нибудь белые скины допустим. Я мог бы вам посоветовать Lucky Star, но опять же это Rainbow коллекция, поэтому пока что не советую. И получается вот эти два стикера я вам точно советую закупить, потому что на белые скины они на ура заходят и лично я всегда купил бы скинчики с такими наклейками. Вот эти вот стикеры тоже можно купить, потому что 22 год, их клеют получается на... Могут поклеить на Diggle Morgan, я часто видел как их клеят, могут поклеить на Collage Scale, на Collage Tiger. То есть опять вот такой вот цвет, он подходит именно под вот такие вот скины, их тоже будут клеить. То есть в сумме здесь на 25 тысяч в сумме получается скинов стоит на рынке. То есть это очень мало, стоит по 20 голды и легко можно закупить. Давайте переходить к следующим наклейкам, я думаю мою суть вы поняли. Сейчас посоветую вам купить стикер Ambush, потому что сейчас объясняю. Первое, это старая коллекция, то есть она выходила Dragon Rise Pass, выходил прошлым летом. Сейчас уже будет новый сезон и стоит всего лишь 25 голды, хотя осталось 3000 предложений. То есть я не понимаю, почему так мало. Давайте пролистаем вниз. Кстати, так и стоит, я не знаю, какая-то вот полная дичь происходит, потому что 3000. Примерно давайте посмотрим 3000, сколько сейчас стоит, вот где-то 3000 запросов. 35 голды, это стоит 25. Советую опять же штук 10 закупить. Их клеют, как я видел на, на что там, на P350 Nano и M40, по-моему, Cursed Souls или что-то такое. То есть они будут клеиться. 21 тысяча запросов. Все наклейки, которые я вам советую, советую купить по 10 штук каждый примерно, чтобы одна наклейка провалилась. Буквально потратили всего лишь 250 голды, зато следующее взлетело, вы подняли эти 250 голды. То есть вот равновесие. Поэтому советую по 10, по 20 наклейок купить. Каждой наклейки, все зависит от того, сколько у вас голды. Также советую закупить Emperors Quart. Получается тоже Dragon Rise коллекция. Уже, я думаю, не стоит объяснять, почему она будет дорожать. Их всего 2000 на рынке, стоит 35 голды. Я видел, как эту наклейку клеят на U-Spray. Калаш Scale, калаш Tiger. То есть, ну, востребованная наклейка. На ширп ее часто клеят. И то есть они, получается, всираются. Допустим, если будут клеить по 50, по 100. То есть это будет уходить, если по 100, это 20 дней. Если по 50, это 40 дней. Но это очень мало на самом деле. Следующая наклейка, которую я вам советую купить, это, конечно же, Kitsune. Kitsune я видел, как клеят на AKR Necromancer. Также клеят могут на Gunsmoke, потому что это белый FAMAS. Ну, короче, на белые скины их очень часто клеят. 3000 запросов, тоже Dragon Rise коллекция. 35 голды. Он реально красиво выглядит. Я бы дал легендарку, наверное, этому скину. Жалко, не сделали реально переливающуюся версию, потому что это было бы очень имбово. Советую наклейку стикер Pizza. TravelSB коллекция. Если я не ошибаюсь, это, по-моему, когда 4 года было в игре, вот этот наклейка выходила. Либо Dragon Rise, я не помню. Но стоит 95 голды, 580 запросов. Но это очень мало. Это безумно мало. То есть, 590 запросов, 580. Это мало. Я советую вам закупить. Также советую закупить Carpet. Тоже TravelSB, по-моему, в одно и то же время выходила. Стоит примерно одинаково. Тоже 10 можете закупить. Но, опять же, сколько у вас голды? Потому что они подорожают в ближайшем времени. Также они будут падать при обновлении. Я уверен, до 60 голды они примерно могут упасть. То есть, с каждой покупки вы можете экономить 30-20 голды. То есть, примерно так. Следующий скин, который я вам советую, это Inferno Machine. То есть, не скину на наклейку. Сорян, что запинаюсь. Revival коллекция. Она, по-моему, вообще выходила 2 года назад. Этот стикер, я помню, как стоил 20 голды. Сейчас он стоит 80. То есть, я думаю, вы видите рост. И, смотрите, запрос почти не отличается. То есть, на 3 копейки. Поэтому люди востребованы. То есть, смотрите, кстати. Я только сейчас заметил 81 голда. То есть, когда этот вот купят, он уже будет стоить 94. Я помню, как 20 стоило. Потом, в декабре я хотел купить ее по 40. И на следующий день, смотрю, она 80 стоит. Я чуть не офигел, потому что это капец. 736 предложений. Я видел, как это клеит на АКР-12 Аврора. Калаш, Некромансер. И на другие скины. То есть, опять же, такого синего-белого цвета. То есть, поэтому обязательно советую вам закупить. Сейчас также вам посоветую две наклейки. Они, по-моему, из одной коллекции. Ревайвл. А, нет. И Трэвелл Сбэк. Феникс Кауэр. Я помню, как продавал ее, по-моему, по 35 голды. Сейчас она стоит 140. 500 запросов. Ревайвл опять 2 года назад выходила. Ее клеят, блин, не помню на что. По-моему, на калаш Спорт я видел. И на другие остальные скины желтого цвета. Также советую Грейпс. Это виноград. 165 голды. Можете посмотреть в видосе E-Rox. Я недавно чекал, как год назад он ее покупал очень дешево. И сейчас она ему окупилась. Поэтому советую. 388 запросов. Ну, округлим 400. 165 голды стоит. Я видел, как на калаш Некромансерах часто клеят. Также на что там клеят, получается. Ну, короче, на фиолетового цвета оружки. Поэтому обязательно советую. И закупайте. И в будущем вы окупитесь. И я думаю, отсыпьте мне процент, так скажем, за то, что я вам посоветовал. Ребят, в будущем вижу, как эта наклейка будет стоить косарь голды. Я помню, как ее еле-еле при выходе продал за 50. Да, я знаю гений маркетинга. Она мне падала с паса. За 50 продавала. Сейчас она стоит 250. Почти косарь запросов. Еле как за 50 продал. Сейчас 250. То есть, вы видите, рост за год. Она выросла на 200 голды. Я прям вижу, как, ну, месяцев через 6 она будет стоить косарь голды. И просто запомните мои слова. И потом вы окупитесь. Потому что эта наклейка, она похожа чем-то на войска эски. То есть, ну, она будет окупаться. Это прям 100%. Я видел, как ее клеят на калаш спорт. Я даже сам гонял с таким скином. Ну, и, в принципе, прикольно выглядит. Поэтому обязательно закупайте. Даже одну штуку можно так чисто попробовать. Так, ну и следующая наклейка. Это Neon Dragon Color. Она переливается. Я помню, как она мне падала с бесплатного паса. Сейчас она стоит 1180 голды. Я продавал ее за 600. Еле продал. То есть, мне друг говорил. Максутка, привет, если ты здесь. Он говорил, оставляй. Через год она окупится. Я говорю, нет. Готов на хату поспорить. В итоге я купил. И, блин, мне надо с хаты, короче, съезжать, ребят. Поэтому советую вам скупить хотя бы одну штуку. 280 предложений. Она, то есть, будет окупаться. Я видел, как ее на калашник романсер клеит. Ну и, короче, на такие фиолетовые скины. Поэтому обязательно советую вам ее закупить. Друзья, ну а на этом наш видеоролик подошел к концу. Я думаю, вам понравился данный видос. Я думаю, можно поставить лайк, подписаться на канал с колокольчиком, скинуть данный видос своим друзьям. Ну а также перейти в мой телеграм-канал по ссылке в описании. Ну а на этом все. Всем удачи и всем пока, ребята. До новых встреч в следующем видеоролике.